Занятия в Академии ведет врач-косметолог Анастасия Владимировна Быкова. Тема сегодняшнего занятия – кожа вокруг глаз. Очень часто задают вопрос, правда ли кожа век стареет быстрее, чем кожа лица. На самом деле это не так. Кожа век по сравнению с кожей лба, щек, подбородка, носа, шеи имеет совсем другую структуру. Она гораздо тоньше. Следовательно, морщинки становятся заметны в более раннем возрасте. Особенность образования морщин вокруг глаза связана с особенностью расположения круговой или орбитальной мышцы. Когда мы щуримся, когда мы улыбаемся, мышца работает, складывая кожу в складочки. Эти складочки называются гусиными лапками. С возрастом мышца приходит в тонус, и морщинки становятся заметными даже тогда, когда человек не улыбается и не щурится. Как же с этим бороться? В настоящее время косметология и пластическая хирургия могут предложить множество вариантов, как избавиться от этих морщин. В качестве профилактики образования гусиных лапок используют ботулотоксин, который необходимо ставить уже начиная с 25 лет, а дальше по показаниям. И мы получаем обездвиживание латеральной части круговой мышцы, и таким образом складки не образуются. Если же мимические морщинки или гусиные лапки остаются тогда, когда человек не совершает мимических движений, то в этом случае нам нужно говорить о комплексном подходе. А это значит использование и ботулотоксина, и препаратов на основе гиалуроновой кислоты, а также лазерной методики. Если ботулотоксин обездвиживает латеральную часть мышцы для того, чтобы не образовались складки, то тогда, когда складки уже появились, эти складочки могут заполнить гиалуроновой кислотой. Лазерные методики помогают сделать кожу плотнее. Перфорируя верхний и нижний век, мы получаем кожу более плотную. Лазерные методики омоложения век также используются в качестве профилактики старения кожи вокруг глаз. Не стоит бояться начинать инъекции ботулотоксина делать рано, поскольку это отличная профилактика образования мимических морщин. Ботулотоксин используется достаточно давно, начиная с 1971 года. Существуют такие проблемы, как нависшее веко и образование грыж нижнего века, или в народе это звучит, как мешки под глазами. Эту проблему решает, безусловно, только пластическая хирургия. С помощью пластической хирургии можно даже без разреза на нижнем веке убрать грыжи. Не всегда образование грыж верхнего и нижнего века связано с возрастом. Очень часто бывает это анатомической особенностью, и буквально начиная с 20-летнего возраста у некоторых девушек мы можем наблюдать так называемые мишки под глазами. Именно поэтому к пластическим хирургам часто обращаются молодые девушки, и в этом случае это будет имиджевая операция для того, чтобы придать глазу более свежий, открытый вид. Глаза – это зеркало души, поэтому следить за состоянием кожи вокруг глаз необходимо уже с молодого возраста. А это значит использовать специальные косметические средства для области глаз. Это также необходимые процедуры косметологические проходить и обращаться к пластическим хирургам за консультацией, если на то есть показания.